Незаконное пресечение государственной границы в воздушном пространстве – основной сценарий тренировок лётчиков-истребителей. Только им под силу бороться с другими воздушными судами, пресекать нарушителей в небе и принуждать их к посадке. Сегодня учебная цель пилотов – вертолёты. На фоне земли вертолёт также серый, его трудно найти. Плюс ещё свою коррекцию вносят это погодные условия, видимость, когда плохая, сложно его найти. Поэтому задача лётчика – это чисто визуально его обнаружить. Догнать винтокрылую машину истребителю несложно, а вот сопроводить и убедиться, что его требования приняты, тут нужны навыки и опыт. В таком противостоянии споры возникают редко, но если нарушитель оказывает сопротивление, нужно уметь применить разумную силу. Сегодня я выполнял полёт сначала контрольный, проверку маневренной воздушной целью, одиночный. А потом выполнял на боевом самолёте уже самостоятельный полёт на тот же маневренную воздушную бою. Вячеслав Завадский активно готовится к боевому дежурству. Впереди практический экзамен в небе. Перехват воздушных целей, ведение огня из всех видов вооружения. Действия ночью в условиях плохой видимости. Это такой вид подготовки, к которому лётчик подходит тогда, когда он может пилотировать уже несмотря в кабину. То есть пилотируется, опираясь на собственные ощущения. Для того, чтобы добиться этого, нужно набраться опыта. Добирается лётчик опыта, часто летая на сложный пилотаж, на боевое маневрирование. Каждый элемент пилотирования лётчики оттачивают до автоматизма. В бою нет времени рассуждать, нужно действовать. Поэтому и занятия проходят динамично, в постоянном напряжении. Сергей Чураков, Александр Питкевич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».